В Шумерли 600 учеников не могут попасть в родную школу, их не пускают строители. В разгар учебного года там взялись ремонтировать крышу. Кому пришло в голову затевать кровельные работы осенью и где теперь занимаются ученики, выяснял Павел Храмкин. Учителя прежние, одноклассники те же, но стены чужие. Вот уже месяц ученики второй шумерлинской школы ходят на уроки в соседнюю гимназию. В первое время было тяжело, но сейчас более-менее уже нормально. Поэтому школа приняла нас очень тепло, как своих, и поэтому здесь мы чувствуем себя очень комфортно. Закрыть вторую школу пришлось из-за ее аварийного состояния. Построенные в 1969 году здания с тех пор ни разу не ремонтировали. Ситуация стала угрожающей, когда начала проваливаться крыша. На ее восстановление требовались миллионы рублей, которых в бюджете города не было. Сами понимаете, что без кровли школа функционировать дальше просто не может. Поэтому принятое решение о выделении средств республиканских на ремонт здания школы, на капитальный ремонт здания школы, ну я считаю своевременным. В капитальный ремонт здания входит капитальный ремонт кровли, всех крылец, они у нас все в достаточно серьезном таком состоянии, пожарных лестниц. На то, чтобы дать школе вторую жизнь, республика выделила 5 миллионов рублей. Правда, с опозданием. Деньги пришли только в августе. И стало понятно, что к первому сентября ремонт здесь не закончится. Да еще и подрядчика удалось найти только со второй попытки. Учебный процесс мы ни в коем образе не сорвали, а наоборот мы его выполняем в полном объеме. Дети распределены по двум школам. Это первая школа и восьмая гимназия. И что приятно, в принципе, эти школы, они тоже находятся в шаговой доступности. Проектные мощности и первой школы, и восьмой гимназии, они позволяют в полном объеме принять то количество учащихся, которые были распределены со второй школы. Сейчас восстановительные работы идут полным ходом. Строители разобрали старую кровлю. Заверяют новое, будет в два раза крепче. Заодно меняют дымоходы и ремонтируют карнизы. В дальнейшем предстоят работы по ремонту всех наружных крылец. Наружные крыльца вы видите сами, в каком они плачевном состоянии. Все-таки дети, угрозы жизни. Рабочие есть, материалы есть, работают и тут сосредоточены. Переменам рады не только учителя, но и родители школьников. До начала ремонта некоторые из них всерьез задумывались о переводе детей в другое, более безопасное учебное заведение. Своими силами родители не могут отремонтировать соколь, крышу, фасад здания. Это дорогостоящие работы. И поэтому родители очень рады были, когда объявили, что школа попадает под капитальный ремонт. Для нас это большое облегчение. Строители обещают закончить работы к ноябрю. Тогда ученики второй школы отправятся за знаниями уже привычным маршрутом. Павел Храмкин, Леонид Петров, Александр Яковлев, Вести, Чуваша.